Всем привет, с вами Артем Динамик и это специальный выпуск Игра Цеха. Чем же он специальный? А все очень просто. В сегодняшнем выпуске не будет никаких новостей, релизов и тому подобное. Сегодня будут только ответы на ваши вопросы, а также очень интересное интервью в конце выпуска. Ну что ж, все готовы? Тогда поехали! Первый вопрос, который вы задавали мне миллионное количество раз и очень сильно, видимо, терзает ваши умы, когда же выйдет Watch Dogs. Что ж, Watch Dogs запланирован на второй квартал 2014 года, но ходят слухи, что он выйдет в апреле 2014 года, где-то в первых числах. Так что не спешите предзаказывать, ведь Ubisoft может все еще переиграть. Следующий вопрос, что же слышно о Prey 2? Ну что ж, отвечаю, о Prey 2 слышно следующее. То, что игра выйдет в 2016 году, движок игры ID.Tech 4, созданный ID Software, будет присутствовать однопользовательская компания, а также мультиплеер. В принципе, вся важная информация, которая есть на данный момент о Prey 2. Меня попросили рассказать, что же я думаю о Minecraft и Dota 2. Ну что ж, получайте, распрощили мое мнение. Это две хорошие игры, но лично мое мнение, то, что, например, Dota 2 мне совершенно не нравится. Да, это отличная моба-игра, в которую играют миллионы человек, но мое мнение, эти люди просто очень странны. Когда я впервые запустил Dota 2, я поразился. Я взрослый человек, мне довольно много лет, и когда сидит школьник с песклявым голосом и кричит, что он чью-то там маму, ну вы поняли, я считаю, что это полный бред, и просто даже играть с такими людьми неприятно. Для этого нужно создавать свою команду, что-то делать, чтобы не слышать этих полудурков. Вот, но комьюнити настолько не развито, именно, ну вы поняли, и не хочется просто на самом деле продолжать играть в этом комьюнити. Поэтому Dota 2 была мной запущена один раз, плюнуто и выброшено. Жду игры от Blizzard. Что касается Майнкрафта, ребят, ну, назвать это игрой тяжело. Это большой простор для творчества, в котором из-за огромных масштабов пришлось пожертвовать графикой. Кто играет, тот молодец. Играют в основном детки, школьники, взрослые люди редко играют в эту игру, и у них совершенно другие цели в этой игре. Но, все равно, я тоже хочу поставить огромный плюс этой игре, все-таки завивать такую популярность не так легко. Следующим вопросом было, каково мое мнение о консолях нового поколения. Ну что ж, поделюсь с удовольствием лично мои предпочтения на стороне PlayStation 4. Объясню почему. У PlayStation 4 гораздо мощнее железа, то есть у нее оперативка побыстрее, хотя у Xbox One оперативки больше. В последний момент они впихнули туда лишние 4 гига оперативки, теперь у них там 12 гигов. Но это, по-моему, никакой роли не сыграет. Плюс они, я имею в виду PlayStation 4, показали намного больше интересных эксклюзивов и, соответственно, выйдут на рынок уже с ними. Дальше, следующий пункт за PlayStation 4, то что, отвечая, кстати, на один из вопросов, будет ли портирован Mortal Kombat Complete Edition на PlayStation 4, я отвечу так. Теперь игры с PlayStation 3 можно будет запускать на PlayStation 4 посредством сервиса GaiKai, что очень даже круто, то есть портировать уже, по сути, ничего не надо, вы просто покупаете PlayStation 4 и играете в игры с PS3, с PS2 и даже PS1 и даже PS Vita. И, кстати, на PS Vita обещают, что тоже можно будет играть в игры с PlayStation 4 посредством GaiKai. Это довольно круто и, я считаю, что это большое уважение и большой поклон к нам, в сторону геймеров. Да, чуть не забыл, там еще была приписочка «ПК круче всех». Не, базар, оно же «ПК круче всех», но выход новых консолей для нас с вами, ПКшники, является большой проблемой. Сейчас железо попрет вверх и нам с вами для игрулечек нужно будет покупать, покупать, покупать или смотреть прохождение на YouTube. Что ж, на этом интересные вопросы кончились и мы переходим к интервью. Сегодня у нас в гостях Азон 671 Games. Ну что ж, дорогие друзья, сегодня у нас в гостях Азон, один из известнейших видеоблогеров России. И он ответит мне на несколько вопросов. Привет всем. Да, ну что ж, смотри, я очень часто посещаю твой канал и обратил внимание, что одна из ожесточенных битв в твоем разуме является битва между Battlefield и Call of Duty Ghost. Вот, давай выскажешь на всю страну, скажем, на всех зрителей «Игроцеха», что ты думаешь об этих двух играх? Ну, спасибо, Артём, но что пригласил меня в свое интервью, на свой канал. Привет всем подписчикам Артёма. Ну, а насчет игры Battlefield, я могу сказать, она мне нравится действительно тем, что я, конечно, не граф, а дроча, мне уходишь. Но сейчас все-таки игры не будешь уже играть такие простые, графика не очень хорошая. Так что Battlefield мне нравится, потому что большие карты, это во-первых. Во-вторых, хорошая графика. А в-третьих, компания мне не очень понравилась, но мультиплеер – это другое дело. Я купил себе простой Battlefield, не премиум, так что чем отличается Battlefield от Call of Duty, могу сказать в трех словах. В Call of Duty компания мне тоже не понравилась, в Battlefield тоже. 1.1, можно сказать. Графика в Battlefield хорошая, в Call of Duty еще не настроили. Наверное, на одном движке делают, 2.1. Ну и мультиплеер, конечно, такой же, может, немножко изменился, но комнатные карты мне совершенно не понравились, как они были, так и такие же остались. Ну да, как Counter-Strike. Ну, может, немножко получше, но... Ну, по-современению, по-современению. Да, смотри, еще такой вопрос по Battlefield 4. Как тебе новый режим с бомбой, который ввели? Как понравилось, не понравилось? Потому что, по сути, в третьей части там был захват флагов, потом они ввели. А вот в основе Battlefield 4 там же новый режим с бомбой. С бомбой, да? Ну, сейчас для меня-то открытие сделает. Какая-то бомба. Там новый режим. Суть в том, что надо захватить бомбу и дотащить ее до точки. Вот, соответственно, там, по-моему, я, честно говоря, уже не помню, но, по-моему, там даже отряды, они расширены. То есть люди спаунятся прямо на человеке с бомбой, чтобы его больше прикрывать. Я понял. Ну, Артем, на самом деле я первый раз сейчас это слышу, наверное, еще не доходил до этого. Хотя я любитель Battlefield, но я в основном играю за охват. То есть играю на завод 311, если я не ошибаюсь. Потом там еще карта моя любимая, где какой-то остров и буря происходят там все время. Не сразу, но со временем. Вот. А с бомбой я не знаю. Ну, наверное, поиграть будет. Не могу ничего сказать. Да, поищи. На самом деле тогда выражу мнение я. Я вот этот режим поиграл. В принципе, это первый режим в Battlefield, не считается, в третьей части, который как-то доставляет в коопе. То есть людям приходится взаимодействовать друг с другом. За что ругали Battlefield 3? За то, что не было взаимодействия. Все бежали, ура, напролом, и каждый играл за себя, по сути. Здесь уже как бы более оточенная игра в плане прикрытия и тому подобное. То есть я считаю, что это еще один плюс в сторону Battlefield. Ну, что-то я прибавил, но немножко кашляю. Следующий вопрос, который я хотел бы тебе... Ты можешь выздоравливать. Благодарю. Вот. Следующий вопрос, который я хотел бы тебе задать, это как ты относишься к людям, которые снимают Minecraft? Ну, я недавно снял Minecraft. Я снял его чисто так, одно видео. Хотя у меня на канале там несколько видео, но это я не играю, я снимаю чисто так. Ну, чтобы разнообразить, да? Ну, а так, конечно, игра мне непонятная. В нее можно утратить очень много времени, согласись. Часами играть. Я знаю даже людей, которые играют часами. Но я в нее, как говорится, не задрачиваюсь. Она мне так неинтересна. Ну, а чтобы поиграть, что-то построить, конечно, можно. Но такие игры я не люблю, на самом деле. Хорошо. Вышло новое дополнение для Bioshock Infinite. Слышал ли о нем? Играл? Пробовал? Ну, на самом деле в Bioshock Infinite я поиграл. Мне показалось, что это совершенно другая игра, нежели Bioshock 1. Потому что Bioshock 1 как-то был, знаешь, прорыв. То, что еще геймер не знал эту игру, да, когда вышел Bioshock. Она как-то интересна была. Потом вторая часть. А Infinity, она более такая красочная. Уже добавлено много непонятных персонажей, которые мне показались уже более детскими. Поиграв минут 20, я ее удалил. Понятно. То есть с новым дополнением ты даже сталкиваться не будешь. Даже не буду и не хочу. Дело в том, что я тебе приоткрою завесу тайны. А в новом дополнении все возвращаются в Rapture. Вот. И, соответственно, там уже вот эти вот персонажи, Букер и Элизабет, они, соответственно, в Rapture все это дело проворачивают. И там совершенно другая реальность. Букер у нас играет за детектива, а за проститутку играет Элизабет. Ну, я называю проституткой, кто-то, может быть, не согласится. Я понял. Но, на самом деле, я Биошок ни один не прошел. Я Биошок первый-то играл часов пять, наверное. Так что я не любитель этой игры. Вот. Но игра неплохая первая. Другие части я уже не то, что не уважаю, но так, не понравились. Особенно вот эта, последняя часть, Infinite или как вам его называют. Да, Infinite. Ну, многим она понравилась, на самом деле, из-за сюжета. Не из-за геймплея, а именно сюжетная линия, концовка была неожиданная. Лично для меня, кстати, тоже. Вот. Следующий вопрос. Не так давно компания Ubisoft перенесла выпуск двух своих игр. Это Watch Dogs и The Crew. Наверное, тебе это известно. Как ты думаешь, с чем это связано? Почему? Ну, я думаю, они, наверное, и Мэдисон мало заплатил. Не, на самом деле, честно, я думаю, просто то, что очень много говорят про эту игру Watch Dogs, то, что она действительно популярная, интересная, и в нее интересно играть, да? Все-таки темно в очках. Будут спрашивать, почему-то в очках, но это у меня стиль такой раньше, сейчас, может, не так. Вот. На самом деле, Watch Dogs мне не понравился, я смотрел геймплейные ролики Артема, мне не понравилось то, что она немножко в глубине души напоминает Assassin's Creed, в том плане, что, ну, что-то в ней есть. Разработчики Ubisoft ведь? Конечно. То, что есть, что-то в ней такое, знаешь. Они, может, туда хотели переместить как-то и GTA, и стиль брождения, что за тобой кто-то следит. Я посмотрел полностью несколько геймплеев официальных, да? Как-то, да? Других и нет. Ну да. Из бумаги вроде еще нет, не делали рисованный геймплей. Но могу сказать, что посмотрим, что это за игра будет, нельзя судить. Я думал о Sleeping Dogs, когда она тоже смотрела ролики, вроде бы та игра. Поиграл, так, более-менее. Но сейчас у меня от нее вообще... Грош. Грош, да, какая-то. Так что посмотрим, что будет за Infinity, ой, за Wage Dogs. Все ее так ждут. Ну, не знаю. Я сейчас ничего не мог вам не сказать. Твой вопрос именно, что я думаю о игре или... Нет, ну, о игре, конечно же, но еще дополнительно, как бы... Как ты думаешь, почему все-таки перенесли ее на аж первый, второй квартал 2014 года? Хотя выйти она должна была 22 ноября. Да-да-да, я слышал об этом, читал новости. Артем, могу сказать то, что они или хотят еще больше рекламы сделать, это первое мое мнение. Ну, чтобы больше узнали о игре. Или второе мнение, то, что сейчас много игр будет выходить, ну, как я думаю. GTA вышла, там еще там игры, они не хотят сталкиваться с ними. Вот я, наверное, присоединюсь к последнему твоему мнению. Мне кажется, что консоли нового поколения, сейчас GTA все начнут покупать, а, соответственно, они же подвязывали к выходу консоли нового поколения и боятся они продаж свои потерять. Да, или, может быть, хотят в следующем году, когда пройдет ажантаж вот этих всех игр, типа, мы пришли, вот смотрите, играйте в нас. Да, причем самое смешное, что касаемо Watch Dogs, официальный скриншот, если там арт, мы можем его назвать, был такой, то, что стоит главный герой Watch Dogs с телефоном и надпись. Напомню, мне, как город называется в GTA 5? Лос-Сантос? Лос-Сантос. Лос-Сантос, да. Я запыл. И там надпись такая. Это типа наподобие Сан-Андреас, только... Да, да, да. И Лос-Анджелес. Да, да, да. Это Лос-Анджелес вроде, да? Это и есть Лос-Анджелес, да, и они вот, ну, как ты правильно сказал, то есть это Сан-Андреас, только перенесенный в новую реальность. Так вот, скриншот был следующий. Месяца хватит на изучение Лос-Андреса, добро пожаловать в Чикаго 22 ноября. Вот, то есть они прямой вызов GTA бросали, а потом пошли нам по пятнам. Кстати, насчет GTA 5, вот знаешь, если между GTA San Andreas, меня, кстати, многие поддерживают, между GTA San Andreas и GTA 4 был какой-то прорыв, все-таки в графоне. В графоне и в технике машины ездить, естественно, как ездят в GTA San Andreas и как в GTA 4. Сейчас сравним, в общем, GTA 4, GTA 5. Я поиграл на Xbox, хотя в такие игры играть, лучше на компе играть, конечно, в такие игры, потому что на джойстике, ну, на джойстике надо играть, в драки, там, еще что-то. И могу сказать, что она меня уже заскучила, как-то скучно уже играть. Я думаю, потому, потому что, ну, графика, может, изменилась, хотя надо на компе опять играть, смотреть полностью графику или на хорошем, очень серьезном телевизоре. Но она меня так не вдохновила. В GTA я, наверное, проиграл очень много часов, потом я ее в Steam купил, но это уже, наверное, в прошлом году. Вот, так что могу сказать, что GTA 4 больше меня вдохновила, чем GTA 5. Ну, GTA 5 мне больше нравится, конечно, из-за того, что и сюжет, и интереснее, но не так вдохновляет, как GTA 4. В GTA 4, наверное, проиграл часов 300 за все. Мне кажется, просто GTA 4 еще русским людям нравится по одной простой причине. Там, она нам ближе, то есть все-таки. Да, 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 Рика Белич, все вот это. Да, да, да. И, кстати, как ты играешь, типа, как все считали за русского. Все-таки они русского не сделали, а почти не. И свистнули персонажа с этого, с Владимира Машкова. Да, да, да. Кстати, в Battlefield 4 тоже Владимир Машков что-то там тоже делает, лицо его. Ну, это в этом, когда он стоит с автоматом, да, на главном постере? Да, да, да. На Машкова просто наехали по полной. Должен он в суд на них подать. А может, на него платили? Да, кстати, Машков, если ты видишь это видео, подай на них в суд, азон одобряет. Материал большие деньги. Хотя, когда он с Познером говорил, передачу такую смотрел, вы в курсе, что вас показали? Он такой говорит, ну да, но я не знал, что это за проект, я... Норм. Ну, типа не знал, да, типа он не хотел с ними связываться. Потом, как узнал, если бы ему 5 миллионов рублей заплатили бы, он такой сказал, ну, бывает. Ну да. Ну что ж, Владимир, если вы все-таки смотрите, скоро выходит, уже, точнее, вышел новый проект с вашим лицом. Поэтому, вперед из песни. Владимир Машков один из хороших актеров, он мне нравится, действительно неплохой. Как ты думаешь? Ты знаешь, я, честно говоря, не припомню ни одного фильма с Владимиром Машковым, по причине того, что я не люблю отечественные фильмы. Охота на пиранье, например. Не смотрел. Не смотрел. Посмотри, хороший. По-моему, с Охотой на пиранье как раз взяли Ника Белича. Нет? Нет, В тылу врага. А, вот В тылу врага смотрел, вот все точно, хороший. Хороший актер. Все, вспомнил. Потом Вор еще с Владимиром Машковым, кстати, про воров, где он там играет военного и всех грабит. Там хороший фильм, кстати, посмотри, серьезно. Хорошо, обязательно. На самом деле, просто не так, как я не особый поклонник российского кино, потому что чаще всего, если такие фильмы, как «Сокровище ОК», то, соответственно, смотреть такие фильмы просто не хочется. Я понял. Но Вор это интересно, это про историю. Там то, что он, вкратце расскажу, он играет там солдата подпольного типа, да? Ко всем добавляется в дом, всех грабит. Это времена Сталина. Вот очень хорошо все, хотел сказать, прорисовано полигончиком. Вот. Ну, фильм хороший. Если ты любишь такие нормальные фильмы, то это один... Ну, наш умеет делать про войну, как раз вот такие фильмы. И про бандитов. Да. Все. Вот. Итак, возвращаемся к теме GTA 5. Хотелось у тебя спросить. Вот GTA Online. Привет, борода Озона. Вот GTA 5. Не знаю, реклама. Реклама Xbox 360. Да. GTA 5 выпустили, по сути... Опять же. Переводим аналогию с Сан Андреасом. Наш дорогой Самп перекочевал в официоз. И получился GTA Online. Играл ли ты в GTA Online? И как ты думаешь, с приходом на ПК GTA, в GTA Online будет ли там? И будут ли выделены серверы? То есть люди, чтобы в этой песочнице водились постоянно. Или опять же будет хостинг, как в 4-й GTA, например? Я понял. Но, во-первых, у меня лицензия GTA 5. Уже все видят. Какая она вот здесь открывается. Официально для меня сделана. Озон. Так что, Артем, GTA 5, именно в онлайн я не смог поиграть. Потому что у меня очень серьезная лицензия. И смотрел ролики, но могу сказать, что как-то там непонятно. У кого-то глючило, у кого-то... Я думал, знаешь, я посмотрю ролик онлайн, где там все бегают. Знаешь, как в Сан Андреас. Чего-то я такого не увидел там. Там максимальное количество игроков просто 16, и все играют с друзьями. По 3-4 человека. Это жестко, это жестко. Потому что, когда они обещали, что там самолеты летают... Ну да, да, да. Я думал, там будет человек 100. Может, они потом это сделают? Но это лучше им так сделать. Или это будет просто идиотизм. А когда же человек в таком большом городе, ищи меня бабушка. Вот я поэтому и задал вопрос. Как ты думаешь, с приходом на ПК это изменится? Будет как сам? Им нужно сделать. Но если не будет, то фанаты, я думаю, сделают. Особенно я жду, когда она выйдет на ПК. Я жду, опять же, это ВАЗ-2. Зи, это чувак такой, который делает моды для русских машин. Еще бы там ВАНТУЗ его зовут. Еще там многие делают моды для GTA 4 делают. Ну, знаю, иностранные машины на марке. Наша машина 21.6 поставил там, да, иди. Прикольно очень. Я обязательно этого жду. Выхода на ПК, и что бы наши машины опять делали. Только вот проблемы опять будут как их восстанавливать. Там, наверное, опять же, другая функция будет. Потому что я очень долго, мне один чувак объяснял, как GTA 4 их ставить. Я очень долго думал, как это делать. Он мне по полочкам все объяснял. Вот. Спасибо ему большое. И надеюсь, что, кстати, это вроде был один из чуваков, который делал мод для 21.06 ВАНТУЗ. Ну, как он делает, я даже сам сейчас думаю, нифига себе. Но я ему просто написал, он согласился. Вот. Ну, я ему тогда сказал, что я обзор делал. Он решил им помочь. Вот. Так что надеюсь, что они сделают и хороший онлайн мультиплеер. Потому что если будет 5 игроков, то бабушку искать долго придется. Ну, это да. Вот. Да я думаю, что все равно в любом случае те же мододелы сделают, опять же, тот же сам. Опять же, да? Да. Компе, я думаю, будет лучше графика, чем на Xbox. Все-таки, ну, опять же, говорят, что она не пойдет на таких компах, как двухъядерный процессор. Но, знаешь, GTA тоже говорили, что она не пойдет. Один фиг на двухъядерных запускали, просто тормозило. Но я всегда считал, что игра не пошла. Это значит, такая табличка вылетает. Там по-английски пишется i.not, там, классная видеокарта. Ну, да, да, да. А когда игра уже пошла, ну, хоть показывай два FPS, и она вот так вот идет. Это называется игра не пошла. Это называется игра тормозит. Ну, да. Она запустилась. Ну, просто на форумах сидел раньше, на игровых форумах и на железе. Многие говорили, спорили со мной, что игра не пошла. Это оказывается вот эта. Нет, это фрижно. Она тормозит. Она уже запустилась. Мы с тобой люди из того поколения, когда можно было играть и с таким FPS, потому что никто не видел, что у соседа по-другому. Старый компьютер, ядерный Феном. Я играл в GTA IV с четырьмя гигабайтами оперативки. Есть видеокарта, там 2600 Pro еще такая карта. Нормально. Было 15 FPS, 14, я играл. Но там не было вот так. Там было просто небольшие торможения, но со временем. Сейчас кто-то сравнил GTA IV с данных компах. Смысл ее сравнивать? Ну да. Уже нету, потому что игра 2008 года уже на дно выиграть стала. И вопрос, соответственно, вытекающий из этого всего. Назови, повангуй, назови дату выхода GTA V на ПК. Можно неточную так примерно. Да, ну где-то 3 марта 2014 года. Вот так вот, вы слышали? Совершенно неточная дата. Азотно 3 марта. Хорошо времени назвал. Ну, они обещали в 2014, а когда, я не знаю. Я смотрел, не помню. А ты знаешь, Артем? Нет, я, к сожалению, не знаю. Да и Rockstar официально не подтверждает выход GTA V на ПК. По которой сказали, что она должна быть в следующем году. Это сказали не они. Это сказали спойлеры из драйверов AMD, где появилась картиночка GTA V с надписью 2014. Понятно. Так что будет все знать, что еще неизвестно. Но я в систему уже сказал, что в 2014. 3 марта 2014 года. Ну что ж, следующий вопрос, который хотелось бы задать. В принципе, подводя итог нашего сегодняшнего разговора, назови, по твоему мнению, лучшую игру 2013 года. Давай три лучшие игры, с третьего по первое место. Окей, сейчас соберусь. Смотрю, что это за игры выходили. Но, так, поставлю я... Это самые мои лучшие игры за этот год. Хотя еще будут в игры выходить. Но я думаю, они уже не сравнятся. Все уже. Как Мэдисон говорит, ну вообще, если честно. В общем, на третьем месте стоит Рим 2. Ну, ром-то Тулу 2. Стратегия очень серьезная. Кстати, на нем проверяют и мощные компы. Ну, если поставить 10 тысяч нитов, да, и меньше. То, я думаю, там А7 будет отставать. На втором месте это GTA V. Потому что, ну, все-таки игра действительно достойна более-менее. Хотя она мне не очень сейчас уже нравится. Но на первом месте, я думаю, ты догадался. Ну да. Возвучь! Battlefield, да. Battlefield 4. Ну что ж, Азон, спасибо тебе большое за интервью. Всех своих зрителей призываю подписаться на канал Азона. Сейчас я дам тебе слово. Спасибо вам, что вы смотрите. И Артем, я как-то написал вроде тебя, Артем, да? Да, да, да. Да, я как-то смотрел на YouTube обзорчики. Я не знал, как у человека, как Артем Динамик. И посмотрел. Довольно, кстати, взрослый человек. Нешкольник. Хорошего делать видео. И приятное видео. Причем бы и нет, вот и написал. Так что вот так я о нем узнал. Если кому интересно. Спасибо большое, Артем. Спасибо тебе. Ну что ж, подписывайтесь на канал Азона. Ссылка будет в описании, а также в аннотации. И мы прощаемся. Пока, Азон. Пока. На этом на сегодня все. С вами был Артем Динамик и спецвыпуск Игра Цеха. Задавайте свои вопросы в комментариях, чтобы увидеть их в следующем спецвыпуске. А со следующей недели мы войдем в нормальное русло. Ну что ж, дорогие друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и обязательно комментируйте. Всем пока, друзья. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!